ирина добрый вечер здравствуйте как вы быстро присоединились здорово даша добрый вечер здравствуйте я так чувствую мой анонс в группе сработал в первую очередь пошли те кто там общается сейчас чуть-чуть подождем и посмотрим я думаю что сегодня должно быть довольно много народу всех приветствую всех рады видеть тема у нас с вами сегодня такая очень актуальная поэтому я хочу чтобы побольше народу и и самого начала слушала вижу присоединяются тоже всем всем добрый вечер как у вас настроение все всем машу всех вижу всех приветствую как вы себя ощущаете в связи с последними событиями вот вижу надежения еще масса народу как здорово всем привет отличное настроение это хорошо это самое главное чтобы настрой был боевой потому что что бы ни происходило мы не сдадимся правильно мы здесь для того чтобы обсудить как нам грамотно с вами действовать евгений ну а все я поняла то есть те кто новости не смотрел пока еще просто не в курсе того что происходит ну хорошо тогда в двух словах 6 числа америка ввела очередной пакет санкций против россии в связи с чем мы имеем уже второй день подряд обвал рубля и если перед выходными рубль к доллару был где-то 1 50 к 58 59 сегодня уже торги закрылись на соотношении 1 к 64 65 рублям и по прогнозам это все еще будет дальше продолжаться поэтому ситуация на самом деле с точки зрения развития рынка в общем далеко не радужная не перспективная я согласна что это было ожидаемо ну похоже что масштаб проблем которые сейчас возникают может оказаться более серьезным над если деньги были на пейпале в рублях то правильно вывели потому что рублевые счета на пейпале сейчас дешевеют стремительно поэтому это как раз один из моих советов собственно то что я хотела сегодня порекомендовать с пейпала рубли в особенности если вы живете не в россии ваша национальная валюта другая то соответственно чем меньше рублей вы будете иметь где-то на российских счетах тем лучше для вас это же самое относится и к яндекс деньгам если они у вас есть но это для тех кто не российские резиденты давайте для начала вот даже в казахстане доллар вырос естественно потому что казахстан с россией так или иначе взаимосвязаны экономически но казахстан я надеюсь все таки санкции зацепят меньше потому что они адресованы в первую очередь именно россии вот если в долларах то да она где-то конечно обидно понимаю прекрасно наталья добрый вечер здравствуйте вот помимо собственно экономических событий буквально сегодня под вечер случилось еще одно политическое событие которое вы скорее всего еще пока в новостях не видели или не придали ему значение а речь идет о том что госдума приняла новый закон позволяющий по ускоренной процедуре блокировать социальные сети за предоставление недостоверной информации за фейковые новости и т.д. и т.п. то есть формально требуется решение суда для того чтобы это закрыть но как мы видели все в деле с дерипаской про полтора месяца назад если нужно решение суда получается меньше чем за сутки соответственно сейчас получается ситуация такая что в принципе по закону если к чему-то придраться любую соцсеть можно закрыть буквально в считанные дни и это наводит на очень неприятные мысли о том что теоретически россия в принципе готовится к самоизоляции и и в эту сторону некоторые уже пробные фразы звучали неоднократно на тему того что проживем и без международного интернета и проживем без соцсетей у нас все свое есть вот 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 да тем более за последнее время создано несколько внутренних и мессенджеров и какая-то сеть своя как которую преподносит как аналог интернета то есть у нас с вами три варианта возможных развития сценария сейчас вариант мягкий который ограничится только снижением покупательной способности аудитории то что произойдет это снижение тут уже что называется когда гадалки не ходи это будет в любом случае и и если обойдет столько этим спасибо пронесло вариант средний это отключение инстаграма плюс фейсбука которые в нынешней ситуации становится все более и более вероятным в том числе и из точки зрения российских контр санкций санкций и вариант самый неприятный но который к тому же на сто процентов все таки не исключен это северкорейский китайский вариант то есть отключение россии полностью от международного интернета и полное закупливание на внутреннем рынке соответственно спрашиваются что нам всем с этим делать тем более если учесть что мы тут собрались жители разных стран в разной мере вовлеченные в бизнес россиянами но так и так или иначе эта ситуация касается всех во первых вот мой личный всем совет по возможности начинать потихоньку создавать себе дополнительную площадку не связанную с социальными сетями пусть это будет ваш сайт пусть это будет магазин где-то либо на ярмарке мастеров насчет эти уже получается что немножко рискованно но тем не менее пока еще можно но чтобы было что-то что не привязано к вашим социальным сетям если не дай бог у них начнутся неприятности по этому новому закону чтобы вы всегда могли куда-то уйти и не потерять то что у вас наработано то есть нужно создавать бэкапную версию всего существенного что вы наработали в своих аккаунтах в соцсетях и иметь площадку где вы можете легко быстро развернуть по новой свой бизнес если вдруг что-то случится вторая вещь над которой надо думать это позиционирование что именно вы планируете продавать в особенности ли если речь идет о физических товарах кому как и каким образом потому что все мы прекрасно понимаем что в условиях кризиса в условиях финансовой нестабильности что происходит резко сокращается потребление соответственно остается очень узкой узкий набор ниш в которых продажи тем не менее идут пусть и в сниженном масштабе но тем не менее они есть часть ниш отваливается полностью в частности практически полностью отков отваливается ниша скажем так люкса для среднего и ниже среднего класса все изделия для дома для уюта картины и интерьерные игрушки украшения на этом всем люди с невысоким уровнем дохода естественно начинают экономить в первую очередь поэтому если вы заняты в соответствующем бизнесе хотите продолжать в нем работать то надо всерьез думать над своим перепозиционированием и переходом на вип-аудиторию потому что випы все равно продолжат достаточно долгое время пользоваться этими товарами более того это все будет показателем статуса подчеркиванием тех того обстоятельства что люди в состоянии тратить деньги не на потребности первоочередные а так сказать на баловство и ваша задача на эту аудиторию выйти и закрепиться то есть это собственный ребрендинг это перепозиционирование и это продвижение своих товаров именно по линейке випов если же выход на випов для вас не выход не вариант то смотрите каким образом вы можете себя свой товар позиционировать так чтобы с помощью ваших изделий помогать людям экономить деньги в долгосрочной перспективе то есть допустим покупая ваш свитер они избавлены от затрат на теплые вещи еще на много лет вперед потому что вы гарантируете что он не сядет не сваляется не скатается будет служить много лет соответственно один раз инвестировав вы решаете себе продолжительную задачу к сожалению радужных прогнозов я дать не могу потому что ситуация такова что она далеко не не блестящая и плюс заявление российских министров о том что очень вероятно снижение уровня доходов о том что все в едином порыве должны помогать олигархам вчера потерявшим охренительное количество миллиардов вернуть свое благосостояние потому что на них завязана вся экономика россии в общем это не дает возможности слишком оптимистично смотреть на вещи я стараюсь вам из того что я прочитала давайте скажем так более усредненный вариант далеко не самый кошмарный если бы я действительно хотела напугать я могла бы рассказать вещи куда похоже но я пока предпочитаю понаблюдать посмотреть как эти прогнозы сбудутся не сбудутся то что я говорю это реалистичный вариант это то на что сейчас уже просто нельзя закрывать глаза потому что даже без всяких санкций покупательная способность падает уже несколько лет и за последние полгода падает очень сильно это я вижу по многим проектам и по своим и по многим другим тоже поэтому надо трезво смотреть на вещи и трезво свое позиционирование под это дело адаптировать поэтому смотрите думайте что вы продаете что вы можете добавить свою линейку товаров и каким образом вы можете даже в кризис все равно оставаться на плаву и те же самые топеры для тортов на самом деле это вовсе не безнадежный товар потому что даже в кризис люди продолжают рожать детей жениться отмечать дни рождения и поводы для радости им все равно нужны поэтому здесь надо просто думать каким образом под каким соусом это все преподносить тем более что скажем как показывает американский опыт в период рецессии люди начинают больше печь дома то есть допустим можно предложить такой вариант что предположим с вашим топпером даже простой несложный домашний пирог превратится в элитный торт для исключительного события и самое главное что напоминать все время людям о том что кризис кризисом но жизнь продолжается поэтому надо тем не менее себе добавлять моменты радости и и и жить просто жить а не пытаться этот период пережить потому что самая вообще проигрышная стратегия это сказать себе что вот сейчас наступает черная полоска надо затаиться ее переждать потом наступит белая и я опять начну полноценно функционировать никто не знает сколько времени черная полоса может продлиться и что может за ней произойти дальше я конечно человек циничный вы меня извините но я не исключаю варианту что через пару-тройку лет мы скажем елки-палки какой был легкий светлый 2018 год и это тоже возможно потому что много всего происходит в мире что может ситуацию осложнить еще сильнее поэтому мы живем сейчас и мы и наши клиенты мы должны это время использовать по полной чтобы не жалеть о том что мы чего-то не сделали что-то упустили вот кто читал мой предпоследний пост вот чтобы не было такого что всю жизнь ждал 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 когда когда же она наступит светлое будущее так и не дождался нет вот у нас есть сегодняшняя жизнь и мы ее максимально делаем для себя комфортной и приемлемой радостной удобной все что только можно именно поэтому я за трезвый взгляд на вещи за то чтобы не обманывать себя чтобы не прятать голову в песок как страус и не думать что вот когда гром грянет тогда и будем думать как из этого выплывать если с такой позиции подходить то может оказаться действительно поздно реагировать бизнес успешно идет у людей проактивных у тех кто отслеживает то что происходит и быстро реагирует на изменение ситуации то есть конечно грамотно хорошо правильно делать многолетние прогнозы чтобы иметь для себя цель и задачу куда идти но тем не менее это не отменяет гибкости и адаптации под изменение ситуации поэтому вот это те основные вещи собственно на которые я хотела обратить ваше внимание поэтому что как показывает мировая практика поскольку не мы первые не мы последние кто сталкивается с ситуациями разного рода кризисов что показывает мировая практика какие товары больше всего пользуются спросом во время кризисов рецессии снижения покупательной способности ну я оставляю у стране естественно продукты питания консервы крупы и средства контрацепции потому что в такие периоды тут же народ прекращает размножаться это вот категория просто номер один из остального что требуется находит спрос товара решающие проблему потому что проблемы у людей будут всегда и если вы сможете им предлагать действительно эффективный и бюджетный способ их решения то клиентура у вас будет в любое в любой экономической ситуации про статусные аксессуары про статусные украшения я вам сказала это само собой это именно вип-аудитория которую очень желательно завоевать детские товары и игрушки для детей родители в первую очередь экономить будут на себе но до последнего будут стараться детям создать счастливое детство поэтому кто работает в этой нише у вас все-таки тоже шансов побольше на рынке более успешно задержаться товары для автомобиля это тоже в первую очередь вип аксессуары потому что автомобиль в период финансовой нестабильности становится еще более статусным предметом показывающим положение владельца и соответственно все вот то что можно внутри салона расположить опять-таки подчеркнуть уникальность неповторимость это все равно будет пользоваться спросом подарки как ни крути люди будут продолжать жить и люди будут продавать продолжать праздновать и на праздники подарки дарить и далеко не все не всегда смогут эти подарки делать собственными руками вопрос в том как их позиционировать каким образом но тем не менее подарочная ниша полностью схлопываться не будет это однозначно на что скорее всего даже возрастет спрос на все что связано с эзотерикой потому что люди в период нестабильности начинают цепляться за любые иллюзии за любые идеи которые могут им помочь создать ощущение внутреннего комфорта и я уже вижу насколько вот за последние три года резко растет спрос на всевозможную эзотерическую продукцию поэтому я вообще не сторонник этого я страшно не люблю все что к эзотерике относится но если для вас это допустимые методы работы и если это монтируется с тем что вы предлагаете и не идет в разрез с вашими убеждениями то любое пристегивание эзотерики к тому что вы продаете повышает шансы на продажи и будет повышать с этим смыкается спрос на товары религиозной потребности потому что опять-таки в периоды нестабильности кризисов очень многие люди обращаются к разного рода верованиям кто-то в христианство кто-то в буддизм уходит кто-то в синтаизм еще куда-то но очень много предметов связанных с отправлением религиозных культов тоже начинают быть на взлете поэтому посмотрите может быть что-то из этого и у вас кстати сможет вписаться в вашу линейку товаров собственно вот основные все идеи которые я хотела вам дать для того чтобы вы сейчас уже могли начать продумывать куда вам двигаться дальше и как что развивать как менять свое свои дальнейшие действия и усилия по продвижению соответственно если вы продаете обучающие программы то здесь тоже получается что по большому счету выпадает средний средний класс средняя ниша то есть надо позиционироваться либо для элиты и иметь вообще продукты именно хай энд адресованные людям с очень высоким уровнем доходов либо смотреть перегруппировать свои программы разбивать их может быть на более мелкие блоки снижать цены для того чтобы тем не менее сохранить свою аудиторию потому что по ценам конца прошлого начала нынешнего года я так предполагаю что скоро очень мало кто сможет реально покупать учебные материалы собственно я для себя решила идти именно этим путем у меня была мысль заняться ребрендингом перевести учебные платформы на get курс подключить к еще кучу всяких красивых бантиков и как бы сформулировать в общем упаковать все куда круче но этого означало бы повышение цен в нынешней ситуации этого не хочу я хочу чтобы к моим материалам доступ имела как можно больше народу именно поэтому остаюсь на тех платформах которыми я пользовалась до сих пор и буду сейчас перекомпоновывать свои основные учебные программы для того чтобы сделать их максимально доступными для людей даже в нынешней ситуации финансовой нестабильности теперь давайте я вас послушаю если есть у вас вопросы если вы хотите что-то у меня спросить или уточнить пишите отвечу с удовольствием это пока свои шпаргалки собрала потому что я чтобы не забыть еще себе написала целый список о чем поговорить если не по теме сегодняшней встречи то тоже вопросы можно задавать у нас есть примерно полчаса поэтому я готова этим временем воспользоваться с максимальной пользой для вас если вопросов нету то тогда пожелаем друг другу хорошего вечера хорошего дня кстати тем кто вне россии я сейчас еще одну вещь хочу посоветовать начинайте потихонечку разрабатывать не российские рынки фокусироваться на аудитории в других странах на постсоветском пространстве за рубежом чтобы в случае чего иметь другие источники дохода ирин на данный момент продавать в америку вы сможете если россия ведет жесткую самоизоляцию от окружающего мира то тогда конечно нет пока реально об этом не говорят поэтому я надеюсь что пока торговля с зарубежными странами но продолжается так как она шла до сих пор как вы считаете товары для рукоделия наборах разных производителей почувствуют спад да почувствуют конечно вообще спад почувствует любая ниша практически просто в разных нишах это будет чувствоваться в разной степени где-то больше где-то меньше но начнет выпадать тот сегмент у которого сейчас свободных денег оставалось не очень много потому что с ростом цен все начнет уходить на продукты питания обслуживания повседневных нужд поэтому 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 не будет оставаться свободных средств на хобби так что опять таки и товары для рукоделия если вы хотите продвигать это надо позиционировать и как элитное хобби для випов что если вы можете этим заняться значит у вас более высокий статус и продвигать это для тех людей которым важно этот статус ощутить здесь приходится сейчас всерьез думать именно о смене словесной упаковки наших брендов для кого все это делается на кого она ориентирована что пересмотреть по продвижению на эдсе на эдсе сейчас произошло колоссальное количество перемен поэтому сейчас я попробую найти как называется эта книга подождите секунду хорошо у меня она в закладках потому что есть один человек который очень активно эту тему отслеживает у нее вышла книга у нее есть блог и если вы хотите всерьез разбираться с темой эдсе то нужно изучить в первую очередь ее материалы у нее очень много в открытом доступе сейчас я вам напишу в чате название ее сайта все очень просто мешает автозамена вот очень простое название про эдсе в одно слово точка ру советую всем кто хочет на эдсе работать с моей точки зрения это источник наиболее достоверной информации сейчас свои материалы я больше не предлагаю потому что я просто знаю что то что я рассказывала про продвижение в пятнадцатом шестнадцатом году уже далеко ушло от того что сейчас происходит а поскольку я магазин свой закрыла то я просто не считаю уже себя экспертом по этой теме и не берусь консультировать вот на самом деле название в общем логично логично и очень простое можно его еще искать по запросу эдсе и ирина потому что его создательницу зовут ирина вот всем привет приветствую всех кто добавляется девочки на самом деле я понимаю что грустно но не надо унывать все зависит от нас самих от нашего настроя от того что мы делаем во что мы верим и как мы относимся к тому чем мы занимаемся если мы будем верить в себя и в свой успех если мы будем транслировать важность того что мы делаем что мы продаем другим людям они тоже будут этим заражаться вот знаете в чем самый большой секрет успеха тех кто выходит на большие продажи кто набирает огромное количество подписчиков покупателей эти люди в себе уверены и они эту уверенность транслируют потому что окружающие на самом деле не составляют свое мнение люди верят в то что им говорят поэтому не важно вы о себе это будете говорить или это будут говорить другие люди но нужно транслировать вот именно свой высокий уровень и то что вы даете то что людям нужно и они в это поверят они будут за вами идти понимаете поэтому сложно да я понимаю мы привыкли мы воспитанные в представлениях о том что себя хвалить нельзя хвалить должны только другие люди что это все не скромно от этих установок надо уходить как бы ни было трудно как бы внутренне не ломало по этому поводу тем не менее вот внутреннего критика надо просто безжалостно убивать поэтому не важно в хорошие времена в плохие времена ваш успех зависит только от вас самих и включите головы да 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 вот именно кто сказал забудется мнение останется совершенно верно включите головы включите периферическое зрение посмотрите вокруг себя подумайте что еще может потребоваться людям вот в той ситуации которая действительно начинает ухудшаться я вам гарантирую пойдут на взлет любые сервисы аренды потому что люди которые не способны купить дорогой предмет в длительное пользование разово будут брать на прокат те же самые нарядные платья на западе это вообще сейчас уже очень распространенный тренд когда что-то берется на прокат на день на неделю на месяц потом возвращается и в этом случае стоимость получается намного ниже и а люди на важном для них мероприятии появились в эффектной красивой статусные вещи произвели эффект а дальше им это больше не нужно поэтому все что можно сдавать в прокат все будет на взлете любые способы вот если вы чему-то учите смотрите тоже даю еще одну фишку как преобразовать старую одежду чтобы она выглядела по-новому если вы учите вышивать если вы учите комбинировать если вы учите допустим обвязывать вот это все можно очень хорошо продвигать в кризис потому что вы говорите людям что я вас сейчас научу и у вас дальше не будет проблем с покупкой одежды вы купили один раз дальше вы можете это как угодно переделывать комбинировать и вы долгое время будете красиво и эффектно выглядеть без больших финансовых затрат вот у нас даже сервис есть по прокату настольных игр дашь вот и спасибо за пример очень наглядно то есть пошевелите головой какие могут у людей возникать проблемы и каким образом вы ваши навыки ваши товары могут реально помогать им эти проблемы решать шаблоны обложки для инстаграм будут востребованы здесь я не знаю понимаете я не могу по каждой нише сказать что будет востребовано если инстаграм в россии останется думаю что определенный определенная аудитория естественно сохранится но по поводу инстаграма мы будем точнее знать во второй половине нынешнего года когда станет ясно что происходит на межгосударственном уровне вообще что касается инстаграма здесь сложно сказать потому что это завязано не только на экономическую ситуацию но и на общемировые тренды визуальные в том числе до россии они докатываются медленнее но что окажется в моде будем считать что вот предположим что инстаграм остается как он есть что будет в общем мировом тренде через год через полтора я вам затрудняюсь сказать то есть запад от шаблонов сейчас очень сильно уходит вообще от структурирования аккаунтов полагаю что до россии это рано или поздно дойдет поэтому посмотрим то что для stories и для рекламы будут востребованы шаблоны это наверняка вообще создание всякого рода креатива именно для платного продвижения это ниша которая я не думаю что когда-либо потерпит серьезный крах потому что создавать настоящие красивые изображения для stories и для рекламы мало кому дано а продвигаться коммерчески придется все больше и больше потому что органическое продвижение как вы видите в любом случае на спаде опять-таки вне зависимости от экономической ситуации посмотрим вот кто из нас в инстаграме давно вы же помните ой Людочка привет добрый вечер помните была мода на всякие экзотические фильтры то на очень выбеленные фотографии Татьяну приветствую то на фиолетовые какие-то фильтры которые накладывались все аккаунты были как под копирку вот такого цвета потом у всех пошла красивая пошли красивые оформления у кого шахватки у кого столбцы кстати столбцы вот сейчас опять же из моды вышли уже очень мало кто ими пользуется добрый вечер здравствуйте очень всем всем рада сейчас вот кстати даже я бы сказала что бесконечные структуры начинают потихоньку теснить шаблоны посмотрим мода в графическом дизайне штука очень малопредсказуемая кстати вангую что будет если все нормально если россия не решит самоизолироваться от остального мира то через некоторое время возникнет спрос на шаблоны для пинтерест потому что наших туда идет все больше и больше коммерческую возможность этой площадке украинской области открывает для себя все больше и больше и далеко не все хотят пользоваться во первых не все умеют создавать графику далеко не все способны разобраться с той же самой конвой поэтому красивые эффектные шаблоны которые могут вызывать вирусный эффект гарантирую что будут востребованы достаточно скоро екатерина ну и да я понимаю вы пользуетесь я знаю несколько человек кто колонками пользуется но просто скажем в массовом масштабе это уже не в моде так как это было в моде 2 года назад сейчас шахматка еще остается но тоже потихоньку отходит диагональ каждый четвертый пост работает и бесконечная структура сейчас очень модное популярное тоже направление но в целом глобально на западе сейчас мода именно на свободное и почти без фильтровое ведение аккаунта то есть фильтры минимальные просто немножечко подтянуть естественный вид изображений так как выбеленные инстаграмы которые в прошлом году были в моде уже ушли всякие неестественные цвета ушли поэтому тут мода меняется быстро так еще 15 минут есть давайте если есть вопросы задавайте в пинтерест можно гиф и видео по поводу гифов да можно только нужно сделать все по правилам в пинтерест достаточно жесткие правила по поводу того как именно гиф проводить поэтому поэтому сначала просто посмотрите чтобы к вам не было претензий за нарушение правил площадки а дальше можно любые розыгрыши там устраивать видео да видео можно самый простой способ это видео загрузка с ютюба и у многих уже подключалась загрузка видео из аккаунтов но сейчас у меня например этого не было вообще загрузки с компьютером некоторые у меня в группе жалуются на то что такая возможность была и пропала поэтому я пока наблюдаю изучаю эту тему с чем это может быть связано дело в том что за последнее время пинтерест подчеркнул важность того чтобы у пинов обязательно были ссылки и я так подозреваю что видео загруженное с компьютера оно же получается без ссылки в принципе вот люточка да как раз была теперь нет вот я не знаю пока с чем это связано может быть именно с требованием чтобы ссылки были обязательно гифки не работают к сожалению как обложки то что я пробовала загружать не срабатывало в этом плане немножко урезанный фото функционал пока у пинтерест поэтому обложки лучше делать статичные а вот внутри папок вполне можно видео размещать причем любые я ни разу еще не видела гифок вообще никакой анимации в пинтерест сколько я там работаю только статика и только видео с ютюба даже более того собственно видео там открывается только когда уже на него заходишь непосредственно на пин то есть как превьюшка оно как видео не работает ну что подытоживаем тогда краткое содержание сегодняшней беседы Не паникуем, работаем и при этом создаем себе резервные площадки на случай, если что-то пойдет не так. Собственно, это сейчас главное. И смотрим, как подогнать свое позиционирование, как его адаптировать. Потому что практически любой бизнес, тем не менее, можно продолжать во время рецессии вести, просто нужно его грамотным образом настроить именно под конкретные данные условия. Так что носики выше, мы прорвемся, все получится. Скажите мне, как вы себя сейчас ощущаете? Настроены по-боевому? Чего-то все притихли. Отлично! И это очень правильно. Молодец! Потому что притчу про лягушек вы все знаете, точнее две притчи, и про ту, которая масло сбила, и про ту, которая из воды вовремя не выпрыгнула. Поэтому не дадим себе быть теми самыми лягушками, которые при медленном-медленном нагревании воды сами не заметили, как сварились. Отмечаем изменения окружающей среды и под них адаптируемся. И выпрыгиваем на новый уровень для того, чтобы заниматься своим делом и вести это грамотно, вне зависимости от того, что там во внешнем мире происходит. Правильно? Мемуары пока закрывать не планирую. У меня еще много чего есть рассказать. Совершенно верно, Миттан. В нашей жизни много чего было, и это пройдет. Так что живем. Главное, что мы все вместе, что мы друг друга поддерживаем. Что всегда есть к кому обратиться и за помощью, и за поддержкой, и за подсказками. И вместе мы прорвемся. В Канаде какая соцсеть более популярна? Фейсбук. У молодежи снапчат. Ну и Ютуб, естественно, как везде. Ой, спасибо за сердечки, так приятно. Я очень тронута. Спасибо вам, дорогие девушки. Мы с вами остаемся на связи. Я, естественно, никуда от вас не деваюсь. У вас все мои контакты есть. В шапке профиля есть вообще все площадки, на которых я общаюсь, и все мои мессенджеры. Так что, кто хочет оставаться со мной на связи вне зависимости ни от чего, пожалуйста, у вас есть добрый десяток инструментов. Буду рада оставаться со всеми с вами в ВКонтакте в любых обстоятельствах. Ну что ж, наверное, на этом тогда мы с вами сегодня пожелаем друг другу хорошего завершения дня, боевого настроения. И держимся за руки. Правильно? Вместе мы преодолеем все, что угодно. Так что я вам желаю всего самого-самого доброго. Не грустите. И если есть какие вопросы, приходите в группу по взаимопомощи «Устроим мозговой штурм». Как кому его бизнес перепозиционировать с учетом меняющихся обстоятельств. Потому что коллективный разум – это великая сила. Собственно, для этого я группу создавала. Так что приходите. Телеграм пока еще у нас работает. Никто его, опять-таки, не блокирует и пока блокировать не собирается. И давайте... Да-да-да, улыбаемся и пашем. Совершенно верно. Спасибо вам за добрые слова. И не стесняйтесь запрашивать коллективную помощь. Потому что то, что может сделать общий разум, в одиночку человек зачастую даже близко до этого не додумается. Так что давайте вместе придумывать, как нам проходить через это время. Окей? Все, счастливо всем. Сейчас постараюсь видео сохранить и для Ютуба тоже. Ну и здесь у вас на сутки оно открыто. Все, всем счастливо. До новых встреч.